ТОП-3 ОШИБКИ АТЕИСТОВ НА ТЕМУ РЕЛИГИИ На третьем месте. Религия – это не вера во всякую фигню, и даже не вера в Библию, и тем более не вера батюшкам и бабушкам из ближайшей церкви, а вера в систему догматов. И эти догматы не вещь в себе, а принимаемые на веру утверждения, на основе которых строится вся религиозная мысль конкретной религии. Примерно как на системе Аксиом доказываются теоремы и работает геометрия. В каждой религии своя уникальная система догматов. Измените один догмат и сразу получите новую религию. А все, что не вытекает из системы догматов – это область свободы частных мнений. Например, патриарх Кирилл утверждает, что человеческая душа возникает в момент оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом, и это начало человеческой жизни. А я христианин, а не гундяевец, и мне пофиг на то, что считает патриарх Кирилл. Мне больше нравится мнение блаженного Августина, который считает, что кощунственно называть недоразвитого зародыша человеком-образом Божьим. А поэтому лично я считаю, что жизнь начинается с момента рождения, что подтверждается религиозной практикой. Совершать религиозные обряды и давать имя только после того, как человек родится. Учение о том, в какой момент появляется душа человека и от какого момента правильно отсчитывать человеческую жизнь в христианстве, не догматизировано. Поэтому с точки зрения христианской религии допустимы любые мнения на эту тему. Но из всех российских православных утюгов будет звучать только мнение, которое совпадает с мнением патриарха, потому что он имеет власть. А христианская церковь – это не только патриарх Кирилл и РПЦ, а все христиане. Причем жившие и живущие в разные времена и в разных странах. А носитель религии, как правило, не знает догматы своей религии, и поэтому он накапливает в себе весь кринж и бред, который слышит в церкви, от того, кого он считает духовно авторитетным. И когда атеист приходит в церковь и слышит от носителя религии тот кринж и бред, который тот в себе накопил, то ошибочно воспринимает это за содержание религии, так как атеист тоже не изучал догматическое богословие за ненадобностью. На втором месте то, что атеисты называют религиозными догмами – это, как правило, все, что угодно, но только не религиозные догмы. Чаще всего это рандомная цитата, выдернутая из Библии для подтверждения какого-то мнения. И в традиции богословских диспутов оппонент выдергивает из той же Библии другую цитату, подтверждающую свою точку зрения. И так может длиться бесконечно долго, и никто никому ничего не докажет. Эта практика антинаучная и морально устаревшая, потому что возникла задолго до появления критериев научности. Но всем пофиг, потому что ей пользовались авторитетные церковные мыслители, жившие в средневековье и нарисованные на иконах. Но мы, современные люди, живем не в средневековье, поэтому в богословских диспутах мы используем то, что логически следует из христианских догматов, а не из рандомных цитат из Библии и не из мыслей средневековых богословов. И на первом месте непонимание исторического и религиозного контекста священной литературы, например, Библии, и неумение применять к тексту научный принцип историзма. Библия – это не книга, которая упала с неба, а сборник разных древних текстов, написанных в разное время, каждый в конкретном культурном и религиозном пространстве, конкретным автором с какой-то целью. Библия составлена с конкретной, вполне себе научной, даже по современным понятиям, целью, чтобы подтвердить письменными документами существующие уже на тот момент несколько веков христианское религиозное вероучение. И параллельно с формированием Библии формировалось догматическое богословие в контексте диспутов с иноверцами. То есть, Нагорная проповедь Иисуса Христа – это не что-то новое, необходимое для попадания в рай, а пересказ существующих на тот момент в том культурном пространстве представлений о морали и нравственности. А рассказ про Адама и Еву и про жизнь длиной в тысячу лет – это не для помощи археологам и антропологам будущего, а для объяснения, зачем нужен такой Иисус Христос, содержащий в себе одновременно божественную и человеческую природу. То есть, догмат о том, что Бог все сотворил, есть. Но нет догмата, как именно Бог это сотворил. Может быть, с помощью Большого Взрыва. Догмат о том, что будет жизнь после смерти, есть. И кому-то там будет хорошо, а кому-то плохо – тоже есть. Но нет догматов о том, как именно хорошо и как именно плохо. И нет догматов о том, как будет выглядеть ад и рай. А все церковное наше все, вроде рассказов про Серафима Саровского и Матрону Московскую, это не более чем художественная литература. Такое неправильное представление о религии у атеистов возникло по той причине, что они, с одной стороны, пользуются трудами философов Маркса, Энгельса, Ленина, которые не были ни богословы, ни религиоведы. А с другой стороны, атеисты, доверяя науке, считают изучение всего, что связано с религией, ненужным для себя. И они не правы в этом. А научные познания каждого конкретного человека ограничены. И где научных знаний не хватает, там автоматически действуют религиозные принципы познания. Но на веру принимается не догмат известной религии, а в роли догмата выступает любой принятый на веру кринший бред. И принимает на веру разный кринж и бред. А религия абсолютно так же, как любой дикарь из племени Тамбу-Ламбу. А религия – это мировоззрение, основанное на вере сверхъестественной. То есть религия нужна для познания в тех областях, где не способна познавать наука. Наука опирается на результаты наблюдений и экспериментов. А религия опирается на веру в систему догматов. А дальше в науке и в религии одинаковым способом строятся логические умозаключения и причинно-следственные связи. По мере развития науки область действия религии уменьшается. То есть, чем глупее человек, тем более он религиозный. Чем примитивнее общество, тем больше власть в нем имеют религиозные организации. Потому что чем меньше у человека научных знаний, тем больше всего кажется ему сверхъестественным и познаваемым только через религию. И коммунисты боролись с религией не тем, что закрывали храмы, а тем, что открывали школы, где учили читать и логически мыслить, и библиотеки, где были книги, содержащие разные знания, которые разносторонне образованный в советской школе человек мог бы понимать. Религию исследует наука религиоведения, которая опирается на наблюдение за деятельностью религиозных людей. А богословие – это не наука, а раздел религии. Потому что богословие опирается не на наблюдение эксперимента, а на догматы. Пишите в комментариях, что связанное с религией нам подробно разобрать. Продолжение следует...